Привет всем! Кто еще не успел посмотреть, настоятельно рекомендую ознакомиться с долгожданным моим переводом лекции Нила Постмана. Одна из немногих, которые лежат в интернете. Я нашел ее в более-менее приличном качестве, и оказалось, я не видел там самое начало и самый конец. Так что это наиболее полная версия, какую я смог найти. Мне очень нравится и вызывает очень большое уважение его манеры рассуждения, размышления. И лишний раз подчеркну, что я считаю, что она применима далеко не только к технологиям, по крайней мере в обычном смысле технологий, которых мы это понимаем в повседневной жизни. Мне очень нравится так же, как он хорошо обходится с религиозной темой. Мне кажется, он относится к ней с большей осторожностью и с большим уважением, чем многие люди, которые даже профессионально в этой теме работают. Это удивительно. Так вот, технологии. Технологии в широком смысле это не есть просто какая-то система, например, обработки какого-то материала для получения какого-то из него продукта передела. Например, такая простая вещь, как дети, которые собираются, и им нужно выбрать, например, водящего в игре. И они делают это, например, с помощью считалочки. Считалочка в данном случае является одним из методов генератора случайных чисел. Это технология. То есть впрямую никаких инструментов не задействуется. Задействуется язык, счет, такие инструменты когнитивного уровня. Но результатом является именно технология. Другой пример. Обслуживание через очередь. Стоит какая-то там торговая точка, и к ней стоит очередь. Очередь — это пример социальной технологии. Это технологии взаимодействия в обществе. Одна из множества технологий. Взрослые люди иногда между собой выбирают жребий с помощью спичек. Короткая спичка и длинные спички. Еще один пример социальной технологии. К чему я это говорю? Я хочу продемонстрировать на таком значимом примере, насколько огромная сила заключается в вопросах постмана. В широком смысле в вопросах вообще. Тут лишний раз стоит сослаться и на Роберта Джонсона, и на многих других, кто говорит, что правильно поставленный вопрос содержит большую часть ответа. Сейчас я применю прямо вот как есть все шесть вопросов, которые постман предлагает в своей лекции. Применю их хорошо нам всем в тематике мужского движения известному явлению. Я даже не буду отвечать на эти вопросы сейчас, потому что это могло бы превратиться в конференцию на неделю для нескольких сотен человек. Можно книгу написать, вот прямо с такими главами. Просто в самой постановке этих вопросов уже заключается существенная часть ответа. И наверняка у кого-то сама постановка этих вопросов уже вызовет, что называется, боль в пятой точке. Потому что эти вопросы не в бровь, а в глаз. Вполне вероятно, что сам Нил Постман мог бы расстроиться из-за такого применения его собственной лекции. Потому что я встречал его в высказывании по гендерной тематике. И он думал в другом ключе. Но поскольку он все-таки был интеллектуал, и интеллектуал высокого порядка, я думаю, что после первой возможной реакции отторжения и отрицания, после некоторого суждения, я думаю, что он бы все-таки согласился хотя бы частично, что такие вопросы правомерно могут быть поставлены, и они имеют смысл. Это не проблема, высосанная из пальца. Это во многом корень всех наших проблем. Всего современного общества, западной культуры. Итак, пунктом ноль я скажу, что брак в его современном виде, как он существует, например, конкретно вот в России, в современной России, это не что иное, как технология. Технология для специального социального механизма. Это такой сложный транспортер, система транспортеров, чем-то похожая на крупный сборочный цех какого-нибудь машиностроительного завода. Есть маленькие конвейерики, где собираются какие-то части, потом все это сливается в один большой конвейер, потом, возможно, он ветвится, потом, возможно, снова сходится, потом получается готовая продукция. Есть администрация, то есть есть люди, которые занимаются тем, что применяют эту технологию, они специализируются в этом, общество им за это даже деньги платит. Как вы помните, я однажды ходил с интересным вопросом в такое заведение, вставляю ссылку в угол, кто не смотрел, посмотрите. Совершенное впечатление конвейера оставляет. Ты задаешь какой-то вопрос, который не вписывается в конвейер, и тебе просто говорят, ну, а такого участка на нашем конвейере нет, он не предусмотрен. Итак, еще раз, современная система гражданского брака, я имею в виду государственный брак, зарегистрированный в гражданских органах, это технология. И как только мы сказали, что это технология, про нее сразу же можно задать следующие шесть вопросов. Я даже не буду пытаться отвечать на эти вопросы сейчас, просто поиграйте ими в голове, послушайте, как они звучат, и какие ответы на них всплывают постепенно, один за одним. Итак, поехали. Первое. В чем проблема, которую решает брак и брачная система? Второе. Чья это проблема, которую решает брак и брачная система? Третье. Какие новые проблемы появились вследствие того, что была решена эта проблема, решением которой является брак и брачная система? Четвертое. Какие люди и институты серьезно страдают от брака и брачной системы? Пятое. Какие изменения в языке происходят вследствие брака и брачной системы в ее нынешнем виде? Шестое. Какие люди и институты получили особую экономическую и политическую власть через брак и брачную систему? Ну что, круто звучат вопросы? Многие говорили, как изменилось значение и понятие слова «брак». Разные люди пользуются для этого разными метафорами. Вы знаете, кто-то говорил про конфетку, которая постепенно переваривается. Нил Постман хорошо сравнивает дебаты времен Линкольна и Дугласа с дебатами нашего времени. Но ведь съехало не только слово «брак». Съехали слова «жена и муж». Съехали слова «мать и отец». Съехали слова «сын и дочь». Уж молчу про главу семьи. В общем, в принципе, современную брачную систему можно рассматривать как медиа, носитель, среду, которая пропускает только определенные типы сообщений через себя, а другие не пропускает. Подобно тому, как нельзя передать картинку через радиоприемник, примерно так же нельзя передать через брачную систему семью. Так что вопросы Постмана нельзя недооценивать. Они влияют на восприятие мира вообще. Когда я брал интервью у Керри Линда и отправлял ему ролики. Ролики, нарезанные именно из этой лекции Постмана. Конкретные эпизоды про адаптацию и про расплывающееся значение слов. В определенном смысле мы адаптировались к брачной системе. Плохо адаптировались, но адаптировались. Но это еще не делает нас и все наше общество нормальными. И то, что людям после красной таблетки кажется удивительным и чудным, то, чего они раньше не замечали, чем-то похоже на рассуждение Постмана о музыке в новостях. 99,9% людей считают, что это само собой разумеющееся. Но иногда находится человек, который задает вопрос. А для чего оно здесь? Какую функцию оно здесь выполняет? А с чего мы взяли, что это нормально? Так что давайте продолжать задавать важные и правильные вопросы. Потому что правильные вопросы очень сильно приближают нас к ответам. Всем пока и удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова